Петербургского экономического форума в северной столице сейчас в значительной степени определяется будущее мировой экономики и какое место в ней займёт Россия. Сегодня в Константиновском дворце с некоторыми участниками форума встретился Владимир Путин. С кем же и о чём шёл разговор, знает Ольга Скобеева, она на прямой связи с нами. Ольга, здравствуйте, вам слово. Здравствуйте, Николай. Несколько минут назад здесь, в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге, началась встреча российского президента Владимира Путина с деловыми кругами. Представители крупнейших российских компаний, лидеры российского производства намерены рассказать Владимиру Путину о том, как они справляются с кризисом, с санкциями, которые безусловно влияют на российское производство. Владимир Путин заслушает доклады руководителей российских предприятий, заводов о задаче, которая стоит перед правительством, о задаче по импортозамещению. Встреча эта, как я сказала, началась буквально несколько минут назад. Мы уже успели получить первые слова российского президента, и я предлагаю их послушать. Мне приятно встретиться с теми, кто руководит, как у нас говорят, реальным производством. Причём я вижу здесь в зале людей, которые и с нуля свой бизнес построили уже в современных условиях, в новых условиях. И тех, кто работал ещё в советское время, удержал коллективы, смог сохранить производство, рабочие места. В общем, здесь люди и разных поколений, и разного опыта работы, но все успешные. И, безусловно, наша встреча на полях экономического форума, надеюсь, будет полезной, потому что кроме общих рассуждений, которые обычно характерны для каких-нибудь семинаров и форумов с людьми, которые занимаются конкретной работой, всегда интересно поговорить по поводу того, как в жизни работают или не работают те меры, которые предлагаются правительством, те меры, которые формулируются в недрах администрации президента и предлагаются для осуществления, для того, чтобы поддержать реальную экономику. Ну это, конечно, самое начало большого политического дня, самое начало большого экономического дня и начало официальной программы российского президента. Главной же политической новостью, главной политической сенсацией называют предстоящую встречу Владимира Путина с министром обороны Саудовской Аравии. Министр обороны Саудовской Аравии принц Мухаммед, важно понимать, является не только высокопоставленным чиновником, он еще и родной сын короля Саудовской Аравии, то есть он, по сути, является преемником и будущим королем, так считают в Рияде, королем Саудовской Аравии. Принято говорить, что принц Мухаммед никак не связан с американским эстеблишментом и способен вести самостоятельную, ни от кого не зависящую внешнюю политику. Это принципиально важно. Важно также понимать, что это первый такой официальный визит большой, внушительной правительственной делегации Саудовской Аравии за последние 4 года. 4 года затишья, 4 года молчания, недопонимания, даже конфронтации между Россией и Саудовской Аравией, которые были связаны, как мы все с вами знаем, диаметрально противоположным отношением к сирийскому конфликту. Ведь Москва последние годы выступала за поддержку Дамаска, в отличие от Эр-Рияда, который решительно выступает за свержение правительства Башара Асада. В Америке отреагировали резко негативно. Негодование Вашингтона понятно. Сегодня все крупнейшие газеты вышли с кричащими заголовками. Саудовская Аравия отныне не друг Соединенных Штатов Америки, нож в спину былой дружбе, негодование Соединенных Штатов. Всем понятно, его легко объяснить, ведь Россия и Саудовская Аравия, как известно, традиционно конкурируют за лидерство в производстве нефти. Сейчас на первом месте Россия с 10 миллионами баррелей в год. И, конечно же, если эти две страны нашли точки соприкосновения, пусть эти точки соприкосновения лежат не в плоскости политики, а в экономике, то это может очень многое изменить в мире. И сегодня здесь, в Санкт-Петербурге, уже заговорили о цене на нефть с прогнозом, с неожиданным прогнозом выступил Сечин. И я предлагаю послушать этот неконсервативный прогноз. Как это может выглядеть, слово Сечина? В более долгосрочном периоде, скажем, 2-3 года, наметится тренд к повышению цены на нефть. К 30-35 годам, по оценке Агентства энергетической информации США, например, приблизится к уровню 120-130 долларов за баррель. Бюджет нашей компании сформирован на базе более консервативных оценок. И эти оценки обеспечивают реализацию нашей нефт-программы в полном объеме. Союз двух стран, Союз России и Саудовской Аравии действительно способен очень многое в экономическом смысле изменить в мире. Сегодня уже стало известно, информацию подтвердили, что сегодняшний визит министра обороны Саудовской Аравии, принца Саудовской Аравии, это подготовка к официальному визиту короля Саудовской Аравии. Это уж точно политическая сенсация. Из Вашингтона пока не пришла реакция, но, очевидно, она будет резко негативной. Мы ждем и реакцию, и ждем начала встречи Владимира Путина с министром обороны Саудовской Аравии. Вероятно, последуют важные политические и экономические заявления. Николай. Ольга, спасибо. Действительно интересная информация. На прямой связи наш политический обозреватель Ольга Скобеева. Петербургский экономический форум уже называют бизнес-прорывом. Это сейчас самое значительное экономическое событие в мире. Представители крупнейших корпораций, в том числе и стран, которые ввели санкции в отношении нашей страны, приехали, чтобы обсудить бизнес-проекты и найти новых партнеров в России. На полях конференции планируется множество важнейших встреч на высшем уровне и подписание многомиллионных и многомиллиардных даже контрактов. В Санкт-Петербурге сейчас работает мой коллега Павел Зарубин. У нас прямое включение. Павел, здравствуйте. Что происходит сейчас и какие прогнозы у вас? Здравствуйте. Нерв петербургского форума уже чувствуется. Здесь развернулись довольно острые дискуссии. На сессии, которая открывала форумы, которую назвали экономика, честные ответы на злободневные вопросы. Вопросов таких было множество. В каком состоянии сейчас российская экономика? Чего ждать? Что будет дальше? Какие риски? По мнению первого вице-премьера Шувалова, ситуация в российской экономике сейчас лучше, чем прогнозировалось ранее. Мы должны были проявлять ответственность и рассматривать самые худшие сценарии, жесткие сценарии. Ситуация, не могу сказать, что хорошая. Это неправда. Она достаточно сложная, но она не такая сложная, как мы это видели в октябре, ноябре, декабре прошлого года. Если говорить о том, где мы сейчас находимся, где с точки зрения роста, мы находимся в середине шторма. Вот первый квартал всех немножко успокоил, но, к сожалению, неопределённость в отношении третьего и четвёртого квартала высока. У меня возникло большое опасение. А что мы хотим, кроме просто чисто географического поворота на восток? Поскольку Алексей Леонидович работает не в правительстве, представляет, значит, те, кто информирует мнение, но я должен иметь в виду, что, наверное, у многих есть вот эта степень неясности и неопределённости. Значит, нет никакого разворота на восток. И у нас никогда не было повестки, что мы должны сворачивать свою торговлю западным миром. Поэтому все, кто говорят вот именно так, это неправильная интерпретация. Может быть, специально так хотят представить. Безусловно, одной из ключевых тем для обсуждения станет тема санкций. Ведь Евросоюз собирается в ближайшие дни продлить действия антироссийских ограничений. Ну и вот мы спросили у министра экономического развития, как в таком случае будет поступать Россия и будет ли продлевать ответное продовольственное эмбарго. Будем ли мы продлять? Я думаю, что да, это естественно симметричная мера. А коль скоро наши партнёры продолжают недружественные действия относительно нас, мы свои ответные действия, вероятно, тоже должны продлить. Санкции, конечно, мешают бизнесу, но и в этих условиях крупнейшие компании находят возможности для сотрудничества. На Петербургский форум приехали представители 450 иностранных компаний, в том числе и американских. Я напомню, что в прошлом году власти США чуть ли не в открытую угрожали компаниям, которые традиционно ездили на Петербургский форум и настоятельно рекомендовали не ездить в Петербург. В этом году таких запретов нет. Если в прошлом году все больше были сконцентрированы, не помешают ли санкции геополитика проектам, работе компаний и так далее, то сейчас, ну не то чтобы все поуспокоили, все понимают, что надо жить в этих новых, достаточно тяжёлых, может быть, условиях с точки зрения влияния политики на экономику. Но, тем не менее, все хотят выстроить вот эти отношения прагматического свойства. Ну и вот только по предварительным данным здесь, на Петербургском форуме, будет подписано не менее 70 контрактов на многие миллиарды долларов. Николай. Внушительная сумма. Спасибо. Павел Зарубин из Петербурга, где проходит Международный экономический форум. Россия открыта для мира и по-прежнему интересна инвесторам. Вот европейские страны начали отгораживаться, причём даже друг от друга. Венгрия объявила о начале строительства огромной стены вдоль всей границы с Сербией. Это будет 175 километров заградительной линии 4-х метровой высоты. Причём официально Венгрия пытается закрыться не от сербов, а от нелегальных мигрантов из Азии и Африки, которые пользуются тем, что нынешняя граница оборудована слабо. В Белграде заявили, что шокированы решением Будапешта, а только на позицию Венгрии это не повлияло. Там не слушают даже окрики из Брюсселя. Иммиграция – одна из самых серьёзных проблем, с которыми сегодня сталкивается Евросоюз. Страны ЕС ищут решение, но Венгрия больше не может позволить себе ждать. Правительство Венгрии дало поручение Министерству внутренних дел перекрыть границу с Сербией физически. Венгрия ссылается на опыт других стран и действительно разделительных стен немало. Болгария отгораживается от Турции. Уже построена почти половина стены протяжённостью в 240 километров. Сама Турция при этом строит защитный вал вдоль сирийской границы. Израиль давно отгородился от арабских территорий. Самая эффектная стена – западнее. Она отделяет испанский полуанклав Сеуту от Марокко в Северной Африке. Это почти непреодолимое препятствие, но мигранты всё равно регулярно его штурмуют. Стена оснащена видеокамерами, датчиками шума и движения. Высота 3 метра, опутана она колючей проволокой. Но проблему миграции это не решило. Во время Второй мировой войны в Америке сохранились все институты демократии, выборы и так далее. Тем не менее, несколько миллионов граждан США были депортированы в специальные концлагеря. США, сохраняя демократические нормы и высокий уровень гуманизма, нанесли ядерный удар по Японии и бомбили немецкие города. Бомбить именно жилые районы, чтобы подрывать моральный дух немецких солдат на фронте. Во фронтовой зоне и на оккупированных территориях мы должны поступать полностью по-американски. Это единственный возможный способ общения с москалями. Это были слова украинского политика Дмитрия Корченского, который пошел дальше, чем предлагает Венгрия, например, или Болгария и Турция. Украинский политик предлагает сделать концлагеря для жителей Донбасса, основываясь на опыте Второй мировой войны, опыте, который применяли американцы. Это неудивительно, учитывая такие настроения на Украине, что Россия официально вышла на первое место в мире по количеству просьб об убежище. Статус беженца у России попросили почти 300 тысяч человек. На Украине задержаны подозреваемые в убийстве Олеся Бузины. Об этом прессе сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Он уточнил, что задержаны трое мужчин. Все они жители Киева и, по всей видимости, подозреваемые из так называемых патриотических кругов, близких к украинским националистам. Один из подозреваемых служил в спецроте МВД. Всем задержанным будет предъявлено обвинение в совершении умышленного убийства. В самое ближайшее время мы готовы будем передать материалы расследования непосредственно в суд. К этому времени будут ясны вопросы по мотивам, по деталям этого преступления. Однако собранные доказательства таковы, что можно прямо сейчас показывать их в суду. Напомню, журналист, писатель и телеведущий Олесь Бузина, который выступал против военной операции в Донбассе, был убит в Киеве 16 апреля возле своего дома. Его расстреляли. Многие называют это убийство политическим, так как Бузина не поддерживал нынешнюю киевскую власть.